Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги, гости! Приветствую вас в пресс-центре ТАСС. Итак, мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную итогам работы федеральной сетевой компании «Единой энергетической системы» в 2014 году, также основным планам развития компании на будущее. У нас в гостях председатель правления федеральной сетевой компании Андрей Евгеньевич Муров. Андрей Евгеньевич, я вас приветствую еще раз в этом зале. Также приветствую в президиуме директора по внешним коммуникациям ФСК ЕС Дмитрия Александровича Клокова. Дмитрий Александрович, здравствуйте еще раз. Андрей Евгеньевич, вы возглавили федеральную сетевую компанию в ноябре 2013 года, компанию, которую руководство страны называет «хребтом отечественной экономики». Вот сегодня, подводя итоги 2014 года, какие знаковые достижения в деятельности ФСК вы можете отметить? Виктория, большое спасибо. Еще раз добрый день, дамы и господа, добрый день, коллеги. Действительно, рады приветствовать вас в этом уютном и знаковом месте нашей страны, в информагентстве «Тартас». Хочу что сказать, что, знаете, вот сегодня у меня так получилось, это, конечно, не специально, но тем не менее, да, по сути, вторая пресс-конференция. Совсем недавно в этом же зале мы объявляли лауреатов премии, международной премии «Глобальная энергия». Как вы знаете, компания ФСК уже 2013 год является соучредителем премии, партнером, наряду с такими нашими крупнейшими компаниями «ТЭКа», как «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Очень приятно еще раз поздравить сегодняшних лауреатов, о которых сегодня впервые было объявлено. Официальное вручение премии будет во время Петербургского международного форума, но тем не менее, сегодня они уже объявлены. Это два выдающихся ученых, господин Балигу и господин Накамуру. И особенно приятно то, что те исследования, которые они проводили, те научные разработки, о которых уже сегодня можно говорить, непосредственно связаны с электроэнергетикой. Но, безусловно, вернемся к основной теме нашей сегодняшней встречи. Это итоги деятельности нашей компании, основные итоги за 2014 год. Как вы знаете, сегодня с утра компания раскрыла информацию по МСФО. Эти данные уже имеются в пресс-релизах, я думаю, что вы уже с ними знакомы. Но, тем не менее, ряд цифр, безусловно, тоже вам объявлю. Конечно, есть определенные проблемные вопросы, с которыми сталкивается компания. Сегодня, учитывая макроэкономическую ситуацию как в мире, так и, безусловно, в России, самое главное, что мы покажем те рецепты, как наш менеджмент с этим справляется, и какие цели, и, самое главное, какими методами мы будем действовать уже в текущем году, но и в среднесрочной перспективе. Не лишним будет напомнить, что ФСК является действительно операционной компанией, поэтому по традиции мы обычно начинаем с производственных показателей. На конец 2014 года в управлении нашей компанией находилось и находится, естественно, 140 тысяч километров линий электропередач, 924 подстанции, которые относятся к единой национальной энергетической сети. Отпуск электроэнергии по компании составил 515,3 миллиарда киловатт-часов. При общем объеме потребления в ЕС России на уровне 1,13 триллиона миллиардов киловатт-часов, это означает, что половина электроэнергии в стране передается по сетям ФСК. За 2014 год заключено 224 новых договора техприсоединения заявителей с общей мощностью 4,8 тысяч мегаватт. Федеральная сетевая компания по итогам 2014 года реализовала 10 схем выдачи мощности объектов генерации, общей установленной мощностью 4,7 тысяч мегаватт, включая две атомные станции, это Ростовская и Белоярская. Завершено строительство Петербургского энергокольца, обеспечено внешнее электроснабжение космодрома Восточный, реализовано ряд проектов для наших коллег из нефтегазовой промышленности, такая крупная Ванкорская группа месторождений, трубопровод ВСТО-2. Безусловно, было много-много других успехов, но вот это, наверное, такие особо знаковые. Если там еще вспоминаем, допустим, очень важное событие по Сибири, подстанция Енисей-500, которая, безусловно, поддержит надежность, увеличит значительную надежность практически, в первую очередь, и Красноярска, и, соответственно, даст возможность подключения новых потребителей. Очень важный показатель – это наши технологические потери. Так вот, мы вышли на лучший показатель за последние годы, за последние пять лет. На сегодня у нас уровень 4,13, что абсолютно сопоставимо с такими показателями в развитых странах, естественно, по магистральной сети. Важное достижение – это показатели надежности. За год количество аварий в абсолютных числах снизилось на 14,5%, а за последние пять лет – на 40%. Удельная аварийность ниже прошлогодней – на 16%. При этом с ошибками персонала связано 18 аварий, что является менее 1% от общего количества. Мы считаем, что это тоже хороший показатель. Безусловно, никогда нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор, но его надо максимально минимизировать. На следующей неделе Министерство энергетики подводит итоги прохождения осенне-зимнего периода, пиковых нагрузок. Это действительно знаковое событие для нашей компании, для наших коллег. ФСК в целом прошла ОЗП успешно. На объектах серьезных нарушений в работе оборудования и передаче электроэнергии потребителям не было зафиксировано. Удельная аварийность только за ОЗП снизилась на 15%. Подчеркиваю, это чуть-чуть другие показатели, потому что 14,5% – это у нас за весь период года, а ОЗП мы считаем с октября месяца по конец апреля. Таким образом, 15% снижение. Зимой, безусловно, отключения наиболее актуальны для потребителей, для граждан. Мы работаем с компаниями, но, тем не менее, это опосредованно, конечно, касается и граждан нашей страны. Поэтому, конечно, все усилия прилагаются, чтобы это максимально минимизировать. Общее количество тех нарушений снижается как на подстанциях, так и на воздушных линиях, на кабельных линиях. В период ОЗП на объектах ФСК 72 раза вводился режим повышенной готовности и 11 раз, так называемый, режим особой работы. В большей степени это результаты успешно проведенной, я имею в виду, что это не такое большое количество по сравнению с другими годами. Поэтому это результаты проведенной ремонтной кампании. Мы дальше будем серьезное внимание уделять ремонтным работам. И, предполагаемо, потратить на это порядка 10,5 миллиарда рублей. Безусловно, как вы знаете, в последнее время, в последний месяц очень серьезные ситуации, связанные с пожарами в Хакасии, Забайкалье. Конечно, наша кампания не остается в стороне. Надо отметить, что наши объекты это практически не коснулось. Но, естественно, мы не стоим в стороне от судьбы тех объектов, которые попали в эту крайне неприятную ситуацию. У нас существуют соответствующие штабы с региональной властью. В полной боевой готовности на случай аварийной ситуации у нас находятся 43 бригады. Это порядка почти 500 человек и 300 единиц спецтехники. Региональные власти проинформированы, что при необходимости мы предоставляем и эти средства, и изыскиваем дополнительные. И часть техники уже на сегодня используется и в тушении, и в других мероприятиях антиаварийных. Как вы знаете, в конце марта мы раскрыли финансовые результаты по РСБУ. Причем результаты мы оцениваем как хорошие, потому что закончили на 2400 год с чистой прибылью 5,1 миллиарда рублей против убытков 2013 года. Это 25,9 миллиарда рублей 2013 года. Причем убытки были последние три года, и вот в 2014 год мы по РСБУ закончили успешно с прибылью. По МСФО, как я сегодня уже сказал, раскрытие произошло, но тем не менее мы констатируем положительную тенденцию. Скорректированная EBITDA у нас на сегодня почти 108 миллиардов рублей, прирост к 2013 году 16,3%. Скорректированная прибыль 40 миллиардов рублей, без учета бумажных операций по обесценению активов, что на 17 миллиардов рублей больше показателей прошлого года. Размер чистого долга на конец периода 2 EBITDA, что существенно ниже, как вы знаете, нашей ковенанты, в 3 EBITDA. За 2014 год долг снизился на 25 миллиардов рублей, успешно пройденные все соответствующие оферты, предъявленные в адрес нашей компании. В условиях заморозки тарифов, роста инфляции и процентных ставок, такое улучшение финансовых показателей, это, безусловно, результат масштабных мероприятий менеджмента по оптимизации сдержек, которые мы начали в прошлом году. Так, операционные сдержки по результатам МСФО сократились в абсолютном выражении на 5,8%, что в денежном выражении порядка 8 миллиардов рублей. По сравнению с 2013 годом. В том числе мы допились снижения стоимости закупок, стоимости по долгосрочным договорам, договорам охраны, IT-услуг, оптимизировали размещение нашего персонала, отказались от некоторых договоров аренды, снизили затраты на ремонт техобслуживания, там где это возможно. Но при этом физические объемы выполняемых работ сохранили на максимально возможном уровне. Серьезная работа проводилась по сокращению так называемых административно-управленческих расходов, в том числе и по сокращению персонала. Опять же таки, не только в первую очередь, а мы абсолютно не трогали производственные профессии, на которых держится и потенциал, и вообще это хребет действительно нашей компании. Но, тем не менее, такого рода сокращения тоже были порядка 10%. Вы знаете, что у нас есть определенные целевые ориентиры по снижению расходов, которые заложены в стратегии развития электросетевого комплекса. Выражены они в удельном выражении, установлены в удельном выражении в пересчете на единицу оборудования к базовому 2012 году. В частности, удельные инвестиционные расходы до 2017 года должны быть снижены на 30%. Но уже сейчас, по итогам прошлого года, мы констатируем их снижение на 17%. Целевой ориентир по удельным операционным расходам к 2017 году – 15%. На сегодня компания добилась снижения на 21,7%. То есть, по сути, задача по операционным расходам уже перевыполнена. Обратите внимание на очень важную цифру. И я думаю, что, наверное, вопросы сегодня, конечно, будут по инвестиционной программе. Но, тем не менее, начну со следующего. Что объем финансирования программы нашей в 2014 году был 90,9 миллиарда рублей. Что составляло 78% от плана. Но при этом параметры инвестпрограммы по вводу в эксплуатацию в целом компании выполнены. Таким образом, мы можем констатировать, что инвестиционная программа компании выполнена. В минувшем году нам поступила плата за тех присоединения в размере 8,6 миллиардов рублей. Получены на сегодня тарифные решения для генерации, причем не только для тепловых станций, но и для некоторых ГЭС и АЭС. Правда, здесь мы должны, скажем так, это еще обусловить определенным рядом мероприятий, которые до конца еще не дорешены на уровне министерств. Так, в частности, Миниэнерго будет синхронизировать инвестпрограммы нас и генераторов, определит источники оплаты для генераторов. Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет тоже снят. Не буду предвосхищать, вполне возможны вопросы по этому, но, тем не менее, мы говорили о том, что мы готовы идти на рассрочки по оплате как для гидрогенерации, так и для атомных станций. И основной вопрос сейчас уже идет по срокам этих рассрочек. Но, несмотря на стабилизацию некую, да, сегодняшнюю макроэкономическую ситуацию, в отрасли, безусловно, есть еще ряд недорешенных проблем. Так вы понимаете, что заемный капитал на сегодня стоит дорого, темпы роста спроса на электроэнергию в стране снижаются, и инфляция существенно опережает, к сожалению, на сегодня темпы роста тарифов, которыми мы можем оперировать, а это основная доходная часть нашей компании. Кратко скажу, что с 1 июля тариф увеличен на 7,5%, соответственно, с 2015 на 2016 год, но это с 1 июля. Какие контрмеры мы предпринимаем уже на сегодня? Ну, в первую очередь, мы корректируем нашу инвестиционную программу. Как вы знаете, по новому постановлению 132 у нас корректировка инвестиционной программы начинается, по сути, с 1 марта и продолжается до 1 октября текущего года, когда Минэнерго уже должно программу утвердить. Соответственно, нам разработаны два документа, это изменения, по сути, планов показателей 2015 года и, соответственно, проект инвестпрограммы 2016 и 2020 годы. Оба документа учитывают текущие реалии. Это стоимость привлечения кредитных ресурсов, возможность изменения сроков ввода объектов, динамику электропотребления, необходимости сохранения финансовой устойчивости и, конечно, обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. При подготовке обоих документов приняли, безусловно, менеджмент принял замечания, предложения, полученные в результате многочисленных общественных обсуждений, экспертных обсуждений. Это будет, я подчеркиваю, продолжаться и в течение этого периода, по сути, уже теперь с апреля по конец сентября. Сегодняшний процесс несколько усложнен. Я бы сказал, даже он несколько, скажем так, обюрократился. Но, тем не менее, те моменты, которые были уже присущи корректировке 2014 года, теперь, условно говоря, легиметизированы в легальном поле. И мы уже понимаем, какой орган с какими полномочиями, соответственно, может подавать предложения и предъявлять какие-то соответствующие требования по формированию нашей инвестиционной программы. Соответственно, параметры 2015 года следующие. Мы заложили по финансированию 76 миллиардов рублей. Но при этом очень важный факт, что 24 миллиарда рублей – это, по сути, переходящие объемы до 2014 года. Поэтому, фактически, в денежном выражении объем нового строительства и реконструкции, если, так сказать, такой простой математический способ применить, из 76 вычесть 24, то, соответственно, 52 миллиарда рублей остается на новое строительство по 2015 году. Мы планируем ввести в эксплуатацию по физике 7,5 тысяч мощности МВА и немногим более 1 тысячи километров линии электропередач. Предполагаемые цифры по программе 2016-2020 годов финансирования – 324,5 миллиарда рублей. Что сюда входит? По физике, это 31 тысяча МВА мощности и более 6,5 тысяч линий электропередач. Поэтому еще раз говорю, что важнейшая история с точки зрения контрмера, и даже не контрмера, а, скажем так, ответы на вызовы времени, в первую очередь, естественно, экономические вызовы, это, конечно, корректировка инвестпрограммы, ну и давайте называть все своими именами, это снижение объема инвестиций. Второе. Мы планируем достаточно консервативную политику по управлению финансами. При сохранении, как я уже сказал выше, высокой стоимости заемного капитала, особенно в условиях снижения платежеспособности потребителей, мы не планируем заниматься рынка. Обслуживание и погашение имеющегося долга будет происходить за счет собственных средств компаний. Также в целях покрытия дефицита финансирования проектов тех присоединения потребителей, мы внедряем политику развития электросетевой структуры на принципах софинансирования. Мы уже говорили и на протяжении 2014 года об этом, но, думаю, не будет лишним повториться. У нас есть ряд проектов, которые сегодня уже реализуются. Это проект с компанией «Полюс» по строительству линии 220 «Раздолинская тайга» и подстанции «Тайга». Структура сделки предполагала, а это уже реализовано, создание SPV, компании спецназначения потребителям совместно с ФСК. ФСК потребитель-инвестор строит за свой счет соответствующую инфраструктуру. ФСК осуществляет технический надзор за реализацией объекта. После ввода в эксплуатацию на соответствующих договорных условиях выкупает объект у инвестора. По аналогичной схеме сегодня будет реализован, это уже практически в процессе подписания, находится проект по компании «Норильский никель» в отношении реализации строительства инфраструктуры «Быстринского ГОКа». Наконец, к финансированию утверждена программа по снижению издержек и успешно реализуется, учитывая те цифры, которые я вам уже сегодня сказал чуть ранее. В условиях ограничения роста тарифов, улучшения внутренней эффективности, безусловно, остается непременным условием для достижения положительных финансовых результатов. Что касается среднесрочной перспективы, безусловно, могу точно сказать, что компания ориентирована как минимум на сохранение баланса надежности работы энергосистемы ЕС при финансовой устойчивости нашей компании. При этом компания планирует и дальше достигать стабильных позитивных показателей по прибыльности и соответствующей дивидендной политике. Отсюда это, естественно, только при определенной доходности. Об этом можно говорить. В условиях реализовавшихся валютных рисков особые значения приобретают мероприятия по импортозамещению. Как вы понимаете, достаточно высокую часть объема оборудования приходилось на продукцию, безусловно, зарубежных компаний. На сегодняшний момент мы можем говорить о серьезной локализации основных производств на территории Российской Федерации. Есть часть оборудования, которое до сих пор пока еще не производится на территории. Но, тем не менее, мы считаем, что и у нас принята соответствующая программа импортозамещения, что как минимум мы можем достичь показателей более 60% к концу программы, к 2020 году. Более 60% это будет отечественная продукция. Хотя здесь много-много дискуссий на эту тему идет до сих пор и на уровне правительства, и там много чисто технических вопросов, есть, конечно, там и политика, безусловно. Но мы считаем, что основное производство уже сегодня размещено на территории России. И, конечно, надо добиваться просто увеличения его объема, в том числе в сотрудничестве с нашими крупнейшими технологическими компаниями и производственными комплексами. Более того, мы считаем, что дополнительные меры поддержки наших отечественных производителей, и мы это обсуждаем с ФАИВами, и, в принципе, такое предложение уже, я думаю, что на выходе определенных уже изменений законодательства, это, конечно, предоставление определенных преференций отечественным производителям в рамках закупочных процедур. Ну, что могу сказать, скажем так, вот в окончании вступления своей речи, безусловно, приятно говорить о положительных результатах, и приятно осознавать себя частью, действительно, крупнейшей компании, группы компаний «Россеть», стратегической компании, компанией эффективной, с гордостью могу сказать, что мы являемся, безусловно, самой эффективной компанией группы компаний «Россеть», и, конечно, среди электросетевых компаний мы занимаем тоже место номер один. Поэтому нацеливаю свой коллектив, свою команду и, скажем так, всю большую ФСК, нас почти там 25 тысяч человек, конечно, на дальнейшие успехи и по эффективности, и по неснижению нашего места на рынке. Место должно быть всегда первое. Спасибо. Спасибо огромное. Коллеги, переходим к вашим вопросам. Обратите внимание, пожалуйста, на микрофоны, они располагаются по обеим сторонам зала. Подходите к микрофону, представляйтесь и задавайте ваш вопрос. Андрей Евгеньевич готов ответить на любой из них. Да, ну, прошу, подходите к микрофону, пожалуйста, и представляйтесь. Андрей Щукин, Переток.ру. Андрей Евгеньевич, вы сегодня уже упомянули проект, связанный со сверхпроводимостью. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то результаты, на какой стадии реализации находится проект, и будет ли он масштабирован по стране? Спасибо. Да, вы знаете, у нас есть уже, скажем так, достаточно хорошо отработанная практика. Проект находится, на наш взгляд, ну, скажем так, на завершающей стадии. На завершающей стадии. У нас часть проекта проходит по линии высокотемпературной сверхпроводимости по постоянному току, и часть по переменному. Значит, проекты ведут две компании. Это один из профильных наших институтов, института НИН, который возглавляет господин Волков, и наша дочка НТЦ. Эти проекты отрабатываются на территории нашего месса северо-запада, в частности, по линии 2,5 километра, который ведет, в частности, компания НТЦ. Мы считаем, и здесь, наверное, потом более детально вам еще наши представители НТЦ там дополнят, что проект, наверное, готов, мы готовы о конечных результатах сказать в четвертом квартале 2015 года. Спасибо. Да, коллеги, пожалуйста. Можно заранее подходить к микрофону, тогда я буду видеть ваше намерение задать вопрос. Дмитрий Кожевников, промышленный еженедельник. Вы говорили про импортозамещение, и, насколько мне показалось, очень так обнадеживающе сказали. Скажите, пожалуйста, сейчас какие компании, на ваш взгляд, движутся в этом направлении очень успешно, российские, и в каких направлениях именно в работе с ФСК наши российские компании уже не уступают иностранным? Спасибо. Очень хороший вопрос, на самом деле. Но, знаете, я вот когда во вступлении говорил, что есть некоторые нюансы, они в основном касательно того, как и кто подсчитывает и рассчитывает, что такое локализация, что является импортным оборудованием, что не является. Поэтому здесь, как в том анекдоте, кто как посчитает, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы же не можем ориентироваться на вот такую политику, которая, скажем так, на сегодня одна, завтра другая, да. Нам надо выстраивать системную работу на годы вперед, в первую очередь с российскими производителями. Ну, что я имел в виду по локализации оборудования, да, но в первую очередь я имел в виду это вот открытие за последние годы некоторого ряда промышленных производств, скажем так, предприятий с мировым именем «Хундай», «Тошиба», «Сименс», «Альстом» на территории Российской Федерации. Вот там, конечно, учитывая там сегодняшнюю экономическую ситуацию, тоже есть определенные сложности с точки зрения там заказов, да, но, по крайней мере, технология, технология уже сегодня существует по производству и, как говорится, определенный ряд продукции у нас уже на сегодняшний момент заказано и размещены заказы на этих производствах. Но, что важно, что вот если брать вообще общий объем оборудования, который мы на сегодня можем обеспечивать в Российской Федерации, мы можем сказать, что почти все для нужд ФСК производится. У нас есть на сегодня сложности с оборудованием КРУЭ, начиная с напряжения 330 и выше, ну, в принципе, даже по 220 есть определенные вопросы, скажем так, вот, но 330 и выше – это точно. И есть определенные проблемы, естественно, с продукцией, с выключателями. То же самое на напряжении 330 и выше, ну, особенно там, это в большей степени касательно напряжения 500. Вот, что касательно силовой продукции, кабельной продукции, вот, даже продукции РЗА, вот, я могу сказать, что в целом, в целом мы сейчас не испытываем, не испытываем каких-то серьезных рисков с точки зрения получения в конкретные сроки там для нужды реализации нашей инвестиционной программы. Вот, например, совсем недавно был в командировке и посетил одно из крупнейших предприятий в стране, которое производит кабель, это компания, расположенная в Казани, Таткабель. Вот, я могу сказать, что за последние годы, благодаря нашему сотрудничеству с этой компанией, это вот тоже к вопросу, да, как надо, наверное, использовать свои возможности в сотрудничестве с мощными производителями. Компания на сегодня впервые в России начала производить кабель напряжением 330 кВт, вот, что до сего времени ни одно из предприятий страны не производило. И уже на сегодня мы приблизительно понимаем объемы, которые мы можем в качестве заказа разместить, в частности, на этом предприятии. Эти объемы будут порядка, мы считаем, порядка 5 миллиардов рублей. Вот, это вот как раз один из примеров. Подчеркиваю, есть совместные предприятия уже с наших российских производителей, там, и с АББИ, и с тем же Альстомом. То есть, еще раз говорю, есть узкая, узкая пока доля того, что пока, ну, вот, точно будем, если это потребуется, естественно. Потому что надо отметить, здесь же много же еще зависит, естественно, от технической политики компании. Вы же можете применить некоторые, ну, скажем так, изменить технические решения, да, упростить где-то их. Вот, безусловно, мы ратуем за то, чтобы всегда стояло там самое передовое оборудование. Но, так сказать, это надо тоже, учитывая сегодняшние финансовые реалии, понимать, где это необходимо и разумно к этому подходить. Спасибо. У нас еще вопрос, прошу. Анастасия Комичалка, дед Коммерсант. У меня три коротких вопроса, если позволите. Первый, это ВЭП недавно выделил, одобрил выделение 80 миллиардов рублей пенсионных средств, на реструктуризацию задолженности компании. Можете рассказать, на каких условиях, на какой срок, с какой доходностью выделены эти деньги, и как это изменит ваш кредитный портфель, и какие еще, возможно, господдержка, какая для ФСК в связи с попаданием в перечень системы образующих компаний? Спасибо. Ну, во-первых, мы, вот это вот решение наблюдательного совета ВЭПа не связано с тем, что компания ФСК попала в группу компаний, которые там условно определенным списком отнесены к системообразующим, к тем предприятиям, которым необходима системная государственная поддержка. Да, мы, с одной стороны, не против того, что мы туда попали, но это несвязанные события. За поддержкой, за господдержкой именно по этому основанию мы не обращались, хотя в теории, наверное, имеем такое право. ВЭП приняло решение наблюдательного совета выделить компании ФСК не 80, а 40 миллиардов рублей. Не знаю, откуда у вас такая прошла информация, но это абсолютно точно, я могу сказать, что с 40 миллиардов рублей. Значит, условия, они в целом, это пенсионные деньги, это пенсионные деньги, выделенные на реализацию нашей инвестиционной программы. Это первое. Значит, это деньги, которые будут, значит, срок погашения, это 30 лет. 30 лет. Практически основная тема, каким образом компания будет нести обязательства, это инфляция плюс один, инфляция плюс один, на этих условиях будем погашать. Должен отметить, что в первую очередь средства, конечно, нам сейчас будут нужны для того, чтобы, по сути, это тоже, ну, как я и сказал, это для инвестиционной программы. На сегодняшний момент, вы знаете, что компания обремена определенными, естественно, и обязательствами предъявляются оферты. Как я сказал выше сегодня выступление, вот за прошлый год мы снизили свой долг на 25 миллиардов рублей. Это, на наш взгляд, очень неплохой показатель. Практически 10% долга сразу мы таким образом снизили. Значит, те деньги, которые сегодня приходится изыскивать из своего кармана, вынимать, да, по сути, отнимают от реализации инвест-программы на погашение оферт, а по 2015 году нам понадобится как минимум 25 миллиардов для этого, будут, соответственно, идти на те инвестиционные проекты, из которых эти деньги до этого вынуты. Спасибо. Другие меры господдержки пока не назовете? По другим мерам господдержки, вы знаете, мы действуем весьма, я могу сказать, в данном случае, ну, можно сказать, конечно, и точечно, да, мы никогда не просим деньги, так сказать, просто, так сказать, на компанию, естественно, ну, во-вторых, уж так, по большому счету, под таким предлогом их никогда никто и не выделит. Вот, как вы знаете, у нас достаточно, вот уже более года, да, более года мы обсуждаем с правительством выделение средств ФНБ для реализации энергоснабжения магистралей РЖД, БАМа и Тансива, для увеличения пропускной способности этих магистралей. Вот, ну, мы считаем, что проект у нас, как я говорил и до этого, в высокой степени готовности, дискуссии продолжаются, вся синхронизация с компанией РЖД имеется, это подтверждено и президентом компании, и отработано на уровне, я имею в виду, компанией РЖД отработано на уровне менеджмента, более того, пройден ценовой и технологический аудит этих проектов 21-го титула мировой компании, поэтому результаты представлены, Минэнерго в целом проект поддерживает. Нужно решение, решение правительства. Я думаю, что правительство будет принимать решения по совокупности и других проектов, в том числе. Наверное, это в какой-то степени некая задержка связана с тем, что правительство определяется с приоритетами. Спасибо. И еще вопрос по созданию совместного предприятия Россетей и Ростеха. Говорилось, что туда перейдет весь объем инвестиционной программы дочерних компаний Россетей на строительство объектов, что это будет единым заказчиком. А имеется ли в виду, что туда планируете передать и средства ФСК, которым сейчас распоряжается ЦИУС? Ну, начнем с последнего. Средствами ФСК распоряжается ФСК, а не ЦИУС. ЦИУС является дочерней компанией со своим бюджетом, и это условно отдельное юридическое лицо. Просто мы являемся материнской компанией для ЦИУСа, не более того. Хотя, естественно, там определенные планы, естественно, утверждаем. Я должен отметить, что действительно такой проект существует. Такой проект существует, о нем совсем недавно достаточно активно писала пресса. Но я бы здесь отделил, скажем так, наверное, те обоснования, которые вкладывались для принятия соответствующего решения, и уже, скажем так, сравнил его с тем решением, которое уже вышло, так сказать, на выходе в виде директивы правительства. Это несколько, две разные вещи. Во-первых, эта история посвящена только компании импортозамещения. Начнем с этого. Это раз. Во-первых, по отдельному виду оборудования, по отдельным направлениям. Поэтому там на сегодняшний момент компания «Россеть», ну, наверное, с компанией «Ростехом», мне здесь трудно комментировать за эти компании, я просто, так сказать, выражаю здесь свою мысль, да, как минимум в этих же директивах сказано, что они должны провести соответствующие исследования, обосновать это, потом эту концепцию утвердить, по сути, в правительстве. Это достаточно долгий период, хотя там есть конкретные сроки. Мы считаем, что с точки зрения импортозамещения, компания «Ростех» очень выгодный партнер, очень выгодный партнер, и компания ФСК, безусловно, будет взаимодействовать с компанией «Ростех». На каких основаниях, в какой форме, в каких объемах, это действительно надо еще формировать, надо проводить экономический, в первую очередь, и финансовый анализ подобного рода формату. Но поручение есть, оно на соответствующих уровнях отрабатывается, поэтому давайте посмотрим вначале за анализом, а потом будем уже более предметно это обсуждать. К сотрудничеству, безусловно, по импортозамещению, конечно, мы готовы. Спасибо. Давайте дадим возможность коллегам еще задать вопросы. У нас есть другая сторона зала, подключаем. Господин Муров, мое имя Ленинг Александр, путеводитель международного бизнеса. Вы своим вступлением на предшествующей пресс-конференции остановили меня, и я решил остаться на вашей пресс-конференции с двумя вопросами, очень краткими. Вы не могли определиться, какова доля в экспорте электроэнергии приходится на вашу компанию, если она еще не перестала экспортировать электроэнергию, в частности, в Азию? Это первый вопрос. И второй вопрос. В своем сегодняшнем выступлении вы коснулись среднесрочной перспективы развития своей компании. Но у нас есть долгосрочная стратегия энергетического развития России до 2035 года, которая будет в конце принята этого года. А недавно было обсуждение, каково место, точнее так, каким местом входят ваши проекты в эту стратегию, чтобы выполнить те показатели, которые закладываются в ней, с учетом тех инновационных подходов, которые вы сран уже подписывали еще с предшествующим президентом Осиповым и с нынешним Фортовым. Спасибо. Спасибо за вопросы. По-первых, я могу сказать следующее, что, безусловно, компания ФСК продолжает и будет продолжать поставлять энергию по межгосударственным линиям в те страны, с которыми у нас соответствующие соглашения межправительственные заключены. Как вы знаете, мы не торгуем электроэнергией, саму торговлю, естественно, ведет компания Интеррау, но мы обеспечиваем ее подачу, по сути, до приграничных областей и соответствующую передачу за рубеж нашей страны. Поэтому все те договора, которые заключались в последние годы, они подтверждаются. Если будут какие-то форс-мажоры, я думаю, вы понимаете, о чем мы с вами говорим сейчас, то, естественно, на уровне правительственных новых решений будем подстраиваться под эти решения. Но на сегодняшний момент у нас, по сути, ни один договор с этим не прекращен. Поэтому всю электроэнергию за рубеж поставляет только компания ФСКС. С точки зрения процентов здесь абсолютно ничего не изменилось. Другой вопрос – это конъюнктура, это непосредственно, так сказать, объем ее. Где-то он уменьшается, где-то он увеличивается. Поэтому у нас соответствующие комплексы построены, преобразователи, для того, чтобы мы могли, как вот, например, мы, скажем так, год назад открывали на границе с Финляндией, на нашей подстанции Выборгская, чтобы мы могли энергию передавать в обе стороны, не только ее экспортировать, но и импортировать в случае необходимости. Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, пока изменений серьезных нет. Еще раз говорю, какие-то политические истории на эту историю, конечно, тоже могут оказывать свое воздействие. Значит, по второму вопросу я не совсем ловил. По какой стратегии Вы имеете в виду? Прошу прощения. Я не помню, Вы участвовали или нет, но, видимо, от Вас был представитель. Энергетическая стратегия энергетического развития России до 2035 года. До 2035 года. Она идет на смену 20-й, которую мы плохо выполняем, и 30-ю, которую мы недовыполняем, поскольку энергетика не стоит на месте. И в Вашем ответе было бы неплохо услышать про умную энергетику. Это умные дома, умные районы, умные регионы и так далее. Спасибо. Ну, наверное, умные дома все-таки это не совсем наша тема, и умные районы, думаю, что тоже вряд ли наши. Это все-таки относится в большей степени к умной распредсети, а не к нам. Мы все-таки обеспечиваем межсистемные в основном истории по территории Российской Федерации. Другой вопрос, что, конечно, в этом направлении, в направлении цифровизации, конечно, компания движется. Знаете, у нас там было ряд проектов, и у нас на сегодняшний момент есть даже соответствующий полигон, так называемая цифровая подстанция, на котором эти истории там отрабатываются. Более того, мы теперь даже совместно с компанией Кема имеем возможность проводить соответствующие анализы и выдавать соответствующие сертификаты подтверждения в соответствии определенной группе по соответствующему условному международному стандарту. С точки зрения, я вам сейчас не могу сказать о конкретной детализации с точки зрения так называемого смарт-гриды, что вы хотите, наверное, сейчас услышать, но то, что мы должны однозначно совершенно отрабатывать с системным оператором, по сути, баланса наших режимов, которые на сегодняшний момент очень далеки от идеала, и это связано в том числе и с нашими потерями. Но это, по большому счету, это не политическая история, это чисто техническая тема. Вот она нас, в общем-то, достаточно серьезно беспокоит, и в том числе и резервирование, и мы считаем, что в некоторых вещах надо, мягко говоря, минимизировать требования. По общей стратегии, вы знаете, наша стратегия ДПР, так называемая, долгосрочного развития, она, естественно, короче, как было предписано всем компаниям естественных монополий, мы ее сверстывали на горизонт 2019 года, но это во многом будет зависеть, в том числе от развития тех историй, связанных с макроэкономикой, о которой я сегодня уже говорил. Понимаете, потому что в любом случае составляющей части будет являться инвестиционная программа. Хотим мы этого, не хотим, но это, по сути, развитие, это новая стройка. Потому что сегодня, по большому счету, как я сказал, в тех 52 миллиардах, понимаете, в большей степени мы говорим все-таки о реконструкциях, о комплексных, не комплексной реконструкции, но не о какой-то значительной стройке. У нас там есть ряд госпроектов, на которых мы просим, как я уже говорил, выше финансирования, что можно сказать знаковым. Все остальное надо будет решать, в том числе по экономической эффективности. Потому что красиво можно расписать создание различного рода азиатских колец, но если это под собой не имеет, мягко говоря, никакой экономики, то, знаете, это останется на уровне пиара и само пиара отдельных руководителей. Поэтому я бы так это сказал. Спасибо. Спасибо. У нас еще вопрос. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Газета «Энергетика и промышленность России». Наше издание отслеживало историю завода на Дальнем Востоке «Хиндай», о котором Вы говорили. И хотелось бы уточнить такой момент. Насколько мы знаем, завод работает уже три года, но нельзя сказать, что он работает эффективно. Как могли бы Вы прокомментировать работу сегодняшнего завода и вообще заинтересованы ли ФСК в этом сотрудничестве? Каким образом? Спасибо. Да, спасибо. Действительно, завод существует. Я бы сказал чуть-чуть по-другому. Работает это громко сказано, прямо скажу. Но это, к сожалению, зависело действительно не от них. Не в последнюю очередь от нашей компании. Действительно, когда было принято государственное решение о создании завода, была, мягко говоря, совершенно другая ситуация на рынках. Программа была в три раза больше, даже в четыре почти раза больше. Там какие-то были заоблачные совершенно цифры. На сегодняшний момент мы очень осторожно подходим к оборудованию КРОЯ. Действительно, это очень качественное оборудование, очень удобное, компактное и с точки зрения эксплуатации, и надежное, и долговечное. Но, тем не менее, некоторые решения, которые мы принимали тогда, а сейчас тоже проводят с определенной технической ревизией, в том числе и где-то, особенно на наших объектах, скажем так, от Урала и дальше, вправо, я имею в виду, до Востока, скажем так, повсеместное применение КРОЯ вызывает очень серьезные вопросы. То есть, скажем так, необходимости в этом не сильно мы видим, допустим. Если сравнить с центральной частью Российской Федерации, и, в первую очередь, конечно, с мегаполисами, конечно, это Москва, Петербург, какие-то крупные города, где это обусловлено, по сути, отсутствием больших земельных участков и соответствующих площадей. Но переговоры мы проводим с компанией. Более того, конечно, понимаем их озабоченность, причем не только местного руководства завода, но и вообще компании Hyundai, которая Heavy Industries если я имею в виду их подразделения, которая серьезно вложилась, естественно, в эти инвестиции. И могу сказать, что определенный заказ мы можем обеспечить. Но на сегодня этот заказ, он, конечно, не соответствует максимальному, ну не максимальному, среднему производственному объему выпуска, который компания может обеспечить. Поэтому мы предлагаем различного рода форматы, в том числе предлагаем компании более активно работать с распределительным комплексом. Ну, рабочие вопросы есть, стараемся компромиссно их решить. Спасибо. Андрей Евгеньевич, у нас еще вопрос вот с этого края зала. Прошу. Мария Ситкина, Розета Гудок. В марте шла речь о том, можете немножко микрофон опустить, чтобы вас было слышно. В марте шла речь о том, что ФСК почти в два раза урезает сумму инвестиций на 2015 год на проекты БАМ и Транссиб. В общем, в связи с чем принято такое решение, сколько средств в итоге будет инвестировано? И второй вопрос. Как сейчас обстоят вопросы с выделением средств из ФНБ на эти проекты? Да, спасибо. Ну, часть вопроса я уже, ответы уже сказал, но повторю. Значит, мы вообще весь проект, который приходится как бы на нашу часть, на компанию ФСК, оцениваем в 127 миллиардов рублей. Это 21 титул, строительный титул по всем объектам БАМ и Транссиба. Значит, на сегодняшний момент действительно ряд больших и дорогостоящих проектов не внесен в инвестиционную программу нашей компании. Вот, повторю, если не помню, говорил или нет, но однозначно повторю, что на сегодняшний момент мы имеем возможность до горизонта 2020 года в нашу инвестиционную программу заложить 34 миллиарда рублей на объекты, которые посвящены БАМу и Транссибу. То есть, соответственно, сами можете посчитать, какое количество, так сказать, именно по финансированию выбыло из этого списка. Еще раз говорю, 34 миллиарда рублей уже на сегодня заложено в нашу программу. Да, она сейчас находится на корректировке, вполне возможно, что и далее будут корректироваться, не все зависит от нас. Будем обсуждать это активно с профильными министерствами и ведомствами. Но самое главное, что мы считали и считаем, что если в полном объеме это делать, то нужна государственная поддержка в виде ФНБ либо каких-то других государственных форматов. Поэтому, так как этот вопрос не решен, соответственно, то, что может компания за счет собственных средств сделать, это проводить работу, в том числе по важным подстанциям и по важным линиям, в частности, подстанция 500 Оськут у нас все равно будет строиться, ряд других объектов, кольцо по Пеледую. Но, тем не менее, это все вместе мы оцениваем на 3-4 миллиарда. Спасибо. Ваш вопрос, прошу. Полина Стравна, Интерфакс. Хотел уточнить по вопросу коллеги касательно условий по ВЭБу. Инфляция плюс 1 – это доходность? Я правильно понимаю, или это что? Инфляция плюс 1 – это купон, да? Это купон. Поняла, спасибо. И вопрос мой основной. Ежегодно ФСК фиксирует бумажный убыток от определенных активов, в частности, от пакета ВНТРАО. Мне хотелось бы понимать, вообще ФСК будет избавляться от активов, которые достались по итогам реформы РАО, и когда Вы это будете делать? Потому что, как я понимаю, ФСК уже заказала оценку этих активов. Спасибо. Нет, ну оценку – это… Спасибо за вопрос. Да, оценку, конечно, мы проводим. Если коротко по акциям МТРАО, ну, вопрос в большей степени, наверное, лежит в политической области. В политической области. Более того, это директивное решение, я не раз это говорил. Если правительство примет решение, что ФСК должно от этого актива избавиться, ну, в хорошем смысле слова, естественно, избавиться, то, значит, такое решение будет принято. Если не будет принято, соответственно, менеджмент компании может только какие-то там свои предположения делать и предлагать. Не более того, это в любом случае требует соответствующих решений и на государственном уровне, и на корпоративном, безусловно. Что касательно бумажного обесценения, ну, такая история, знаете, она, в общем-то, в большей степени зависит и от того, каким образом мы учитываем, учитываем, по сути, переоценку наших основных средств. Мы считаем, что тот метод, который существует в нашей компании, он в наибольшей степени оценивает, так называемую, справедливую стоимость активов. Подчеркиваю, которая очень близка, условно говоря, к рыночной стоимости. Понимаете? То есть мы как бы как раз говорим рынку, инвесторам, что здесь вас никто не то, что не обманывает, что мы считаем, что вот это справедливо и показываем почему. А так как это требует, по сути, периодической переоценки в определенные сроки и соответствующей там отчетности, вот здесь у нас еще и ставка дисконтирования еще растет при этом. Поэтому вот такие вот истории и получаются. То есть это здесь не только связано с акциями Энтерау, поверьте, не только. Более подробно, потом мы можем с вами отдельно поговорить и финансово вам такую хорошую справку дать, потому что такая, ну, как бы быстро эту тему, я думаю, что вам просто будет сейчас не объяснить. Да, и еще один вопрос. Недавно Укрэнерго прекратила учет перетоков электроэнергии на границе России с территориями ДНР и ЛНР. Как я понимаю, ФСК продолжает вести учет перетоков. И вообще, в принципе, как вы собираетесь эту проблему решать с Укрэнерго? Может быть, как-то суд подавать? Может так? Спасибо. Ну, решение было объявлено и в прессе, в том числе, да, вот уже прошла информация, поэтому, так сказать, формально это уже никаким секретом не является. Вот, я должен сказать, что это, безусловно, конечно, политическое решение со стороны украинских властей. Вот, не могу комментировать, это, как минимум, не мой уровень. Но, тем не менее, действительно, мы отвечаем за учеты перетоков и, по сути, за поставку энергии, как я сегодня уже говорил в одном из ответов на вопрос, в частности, на территорию Украины. Вот, и, да, на сегодняшний момент это есть, есть такая рабочая проблема, есть, в том числе, и по учету. Мы ее решаем на сегодняшний день, в первую очередь, конечно, с Минэнерго, с компанией Энтерао, которая тоже завязана, безусловно, на продажу этой энергии. Вот, на уровне министра уже ряд, ряд предварительных решений подготовлен, подготовлен, мы принимаем в этом участие. Ну, и, собственно говоря, когда формат будет окончательно сверстан, вот, и когда, учитывая важность проблемы, да, и определенные, там, политические истории, если об этом можно будет, так сказать, более открыто говорить, значит, мы тогда к этому вопросу вернемся. Сейчас проводятся соответствующие и политические консультации, и технические на уровне министерств соответствующих. Спасибо. У нас два вопроса, я знаю, но они будут, наверное, завершающими. Спасибо. Прошу вас. Андрей Евгеньевич, Сергей Рощин, меня зовут, журнал «Экономика и Тех России». Ну, вопрос, в общем-то, простой. Два региона, Крым и Арктика, постоянно нынче на слуху, по разным причинам, один регион нужно покорять или осваивать, а другой нужно приводить в порядок. Если можно, несколько слов по планам компании как раз по этим регионам. Ну, наверное, начну с последнего, с Арктики. Такая наиболее тема, она, с одной стороны, на слуху, да, на слуху, и как бы мы многие обсуждаем, там есть много инициатив, которые исходят там и от компании «Россеть» по участию в различного рода форумах, там, представительных советах. Я думаю, что, конечно, энергетики не будут безучастны в этом направлении. О каких-то конкретных реализационных планах, честно сказать, на сегодняшний момент компания ФСК точно не проводила. Ну, насколько я знаю, там, именно с точки зрения энергетических мероприятий и у компании «Россеть» таких планов нет, насколько я знаю. вот, но когда будет понятно, понимаете, мы же любую инфраструктуру, любую инфраструктуру мы же строим для чего-то и для кого-то, правильно? Поэтому мы должны понимать, что это будет. Это будут какие-то там условно, да, какие-то предприятия, компании, которые будут связаны там с добычей там, каких-то ископаемых, да, к примеру, значит, нам надо понимать, естественно, объемы потребления и все остальное, да, вот, когда конкретный потребитель нам уже даст заявку, заявку, мы тогда будем с ним отрабатывать, потому что, знаете, это, честно говоря, проблема техпросоединения, которая на разных уровнях по-разному высказывается и в стране, дискуссия идет, там, и по льготному техпросоединению, да, особенно это в большей степени относится, там, к распредсети, где там свои есть вопросы, у нас есть вопросы, там, по оплате, там, генерации, вот, но, тем не менее, все равно исходная точка, исходная точка, это потребитель, потребитель, вне зависимости, там, что это будет, там, да, мы должны понимать, какую, условно говоря, мощность, какую инфраструктуру мы должны подвести, поэтому, как только будет конкретный план, конкретные заявки, конечно, мы будем включаться в работу, это вопрос возник неспроста, потому, я понимаю, на конференциях по Арктике, посмотрел, они даже по географии еще не определились, совершенно верно, ну, я так аккуратно говорю, потому, что, в конечном итоге, да, другое дело, одно дело, когда мы участвуем, там, вот, в каких-то, там, мероприятиях, там, госозначений, поддерживаем их, как партнеры, как партнеры, это другая чуть-чуть история, да, она все-таки к производству никакого отношения не имеет, к операционной работе, это вот, там, где-то, как, там, честь, как гордость, там, за компанию, там, безусловно, как, вот, например, мы, как я уже сегодня говорил, там, уже 13-й год, являемся участниками очень важного мероприятия Международной премии «Глобальная энергия», да, вот, а там мы ждем конкретных планов. Что касается Крыма, я бы здесь сказал бы так, ну, во-первых, там, дело там не только в Крыме, а еще в инфраструктуре, который там находится там на российской части, на Тамане, это первое, во-вторых, у нас есть совершенно конкретное постановление правительства, определены заказчики, заказчики этого большого проекта, это Министерство энергетики и их предприятие Российское энергетическое агентство, и по постановлению исполнительным работ, единственным исполнительным работ утвержден ЦИУС ЕС, ЦИУС ЕС, вот, все вопросы, это там уже решается на уровне их внутреннего госконтракта, госконтракта между заказчиком и исполнителем, и, соответственно, на уровне договорных обязательств, которые оттуда, в том числе, и возникают. Ну, нам, как все-таки третьей стране, это некорректно комментировать, тем более мы заказчиками не являемся. Спасибо. Спасибо. Андрей Евгеньевич, вижу живой интерес, если позволите, уж теперь точно два завершающих вопроса. Если позволите, так прошу вас. Андрей Евгеньевич, Андрей Гафонов, журнал «Энергополис». Вы сами упомянули сейчас Пеледой и, соответственно, Дальневосточный федеральный округ. Решением правительства и решением Минэнерго была сформирована федеральная целевая программа, из которой были убраны все объекты энергетики в пользу транспорта. 4 апреля это все дело получило новый импульс развития. ФСК неоднократно объявляло о своих интересах пойти, как вы говорите, от Урала правее на Дальний Восток. Какие проекты на 2015 год, кроме Пеледоев, вы видите в той же самой Магаданской области, где потребители есть, золоторудные предприятия и так далее. Спасибо. Ну, насколько я помню, у нас по Магаданской области ничего нету. Там же изолированная территория, да, изолированная территория. Значит, Пеледуйское кольцо действительно давно стоит в планах компании. Но это вот такая, это вот действительно такая капиталоемкая история. Вот, что могу сказать, что, знаете, мы сейчас вот рассматриваем достаточно серьезный, ну, этот проект, он у нас уже давно идет, давно идет, вот, но, честно говоря, средств инвест-программы на это не хватает. Там есть определенная история, связанная еще с развитием распредсети. Мы считаем, что надо эту историю все равно доводить до определенного мать, тем более, что там есть крупное предприятие, которое уже на сегодня выдает много уже, так сказать, тонн на гора, как говорят, в таком обывательском смысле этого слова. Это так называемое эльгинское месторождение, эльгауголь. Мы считаем, ведем переговоры с компанией, каким образом, ну, во-первых, помочь им довести это дело до конца. Простите, вы имеете в виду этот вылог? Нет, я имею в виду, естественно, компанию Мечел. Мечел, да, компанию Мечел и их дочерное предприятие, которое занимается эльгауголь. Мы определенную имеем поддержку и от Министерства Дальнего Востока, и от вице-премьера господина Трутнева. Нам надо эту тему доформатировать, потому что мы считаем, что все-таки ряд объектов по энергетике должны быть включены в программу ФЦП развития Дальнего Востока. И мы считаем, что этот важный очень объект эльгауголь, там, конечно, определенное форматирование его произойдет, и уже там реально снижена стоимость и так далее. Но, тем не менее, мы считаем, что мы можем на это претендовать на получение средств под достройку соответствующей инфраструктуры. Тем более, более половины ее уже построено. Это вот из таких из больших. по более мелким объектам мы просто отдельно вам справочку потом дадим. Спасибо. Спасибо. И здесь был вопрос, уже точно завершающий, финальный сегодня. Алина Фадеева, ведомости. А вот можно уточнять еще вопрос по эльге тогда? Какая остаточная стоимость линии и есть ли уже чье-то одобрение на включение объектов ФЦП? Вот. И можно я сразу два вопроса сейчас задам? Один вопрос. Как вы оцениваете риск роста дебюторская задолженность со стороны Росетей, учитывая сложное финансовое положение холдинга, Ленерго и так далее? И по поводу СП с Ростехом, если вы говорите, что готовы сотрудничать в плане импортозамещения, может быть, вы слышали, откуда Ростех возьмет деньги на локализацию, какие источники финансирования, может, какие-то инвесторы будут? Ну, я, наверное, тогда с последнего. Значит, вот очень правильно вы говорите, что откуда кто что возьмет, источники, какие-то спонсоры, совместные предприятия и так далее. В настоящий момент как раз этот формат, он и должен быть отработан, это концепция, которая должна пройти потом последующие утверждения. Есть соответствующие правительственные директивы, но, видимо, в соответствии с ней те люди, которые в этом заинтересованы, в этом направлении работают. Еще раз говорю, мы не можем комментировать от своего лица, что делает компания, там, руководство компании Ростеха и Россети. Вот, это первое. Значит, но еще раз подчеркну, что подобного рода предприятие было задумано и конкретно уже выражено в директиве только для импортозамещения, для программы импортозамещения. Поэтому все возможные там домыслы, которые, вполне возможно, какие-то существовали, уже выражены в конкретном правительственном акте. Значит, когда формат будет понятен, мы будем понимать, как мы взаимодействуем там с той либо иной структурой, которая будет создана. Это первое. Значит, по Ильге, значит, проводится ряд совещаний на уровне вице-премьера по Дальнему Востоку и, значит, на уровне министерства. Есть, как вы знаете, там, определенные трудности финансовую компанию Мечил, подчеркиваю, так тоже говорю аккуратно, вот, которую он на сегодня решает с конкретными банками. Вот, и эта история там в целом взаимоувязана. Взаимоувязана, руководство успешно с этим Мечила справляется. Мы надеемся, что, раз так уйдет сегодня, то, соответственно, это повлияет на уже принятие решения по довнесению там той доли, которой не хватает компании на постройку распредсети. Это, ну, скажем так, цифра, конечно, не такая уж и маленькая. Мы считаем, что мероприятие по распредсети можно закончить и оцениваем это где-то порядка 1,9-2 миллиарда рублей. Поэтому, если и будет сейчас сформирована соответствующая позиция, видимо, эта сумма и будет запрашиваться с точки зрения участия ФЦП. Спасибо огромное, Андрей Евгеньевич. Спасибо вам за ваш подробный обстоятельный ответ и впредь будем рады видеть вас в пресс-центре ТАСС. Коллеги, спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok